Продолжаем программу. Сегодня у нас национальный вопрос, как всегда, по четырегам. Да, национальный вопрос. Я напоминаю, что это совместный проект информационного портала «Вестник Кавказа» и радиостанции «Вести-ФМ». В рамках этой программы мы говорим о национальном вопросе, причем мы не ограничиваемся только разговорами о тех проблемах, которые есть, или просто о тех движениях истории национального вопроса в нашей стране. Ну и обещали вам, что будем говорить, выходить за рамки нашего государства. И вот сегодня у нас в гостях профессор Российского экономического университета имени Плеханова, исследователь Испании Андрес Ландабасо. Рады вас приветствовать. Спасибо большое за приглашение. Андрес Индальесевич Ландабасо-Ангула. Совершенно точно. Теперь все правильно. Теперь как в паспорте. Мы сегодня договорились поговорить о том, что происходит с одной стороны в Испании, да, вот те центростремительные движения, которые есть в новостном, у нас в новостной ленте всегда присутствует, да, особенно сейчас Каталония. Хотелось бы понять вообще, откуда истоки этого, потому что многие знают, что да, есть Каталония, есть Барселона, многие даже знают Барселону. Есть страна басков, многие знают, да. Есть страна басков, но мало кто знает, откуда это все идет. Да. Испания, это, вы знаете, королевство, это монархия, но, тем менее, это объединение 17 республик, каждая республика представляет собой, ну, по конституции это называется автономная область. Это действительно такое вот конфедеративное образование Испании, которое включает в себя достаточно разнородное по национальному, ну, и, естественно, по экономическому, социальному строю образование. Каталония очень самобытный район Испании, исторически сложившийся как экономическое ядро Испании к концу 19 века, прошедшая индустриализацию раньше, чем Испания в целом, и укрепившие свои экономические позиции. Коллизия между Каталонией и остальной Испанией состоит, конечно же, главным образом в зоне экономического противостояния, потому что Каталония, как вот это самостоятельное административное или государственное административное, точнее сказать, образование теряет ежегодно до 8 миллиардов евро в чистую. То есть, вы знаете, да, по Конституции 50% где-то идет в бюджет и где-то около там 50 с небольшим должно возвращаться в регион. Так вот, Каталония теряет на этом, ну, назовем его условно, трансфере 8 миллиардов. Конечно, каталонцы против этого протестуют и утверждают, а Артур Умас, лидер партии сепаратистов, лидер сепаратистов в целом, написав белую книгу Каталонии, утверждает, что выйдя из Испании, он не только будет сохранять, то есть будет направлять собственный бюджет на эту сумму, но еще плюс ее будет мультиплицировать. Приблизительно такая же ситуация и со стороны Басков, с Галисией и с Наваррой. Но со стороны Басков и с Наваррой существует такая как бы особенность, так как страна Басков и Наварра, вы знаете, в 19-20 веках поднималась вооруженным путем против Центра, Федерального Центра против Мадрида пять раз и завоевала еще до прихода Франко в 1939 году к власти так называемые экономические концерты. То есть соглашение между Центром и столицами автономных образований стороны Басков особые экономические привилегии. Поэтому там ситуация несколько потише и поспокойней. То есть сепаратизм, так называемый сепаратизм, там также существует 75% страны Басков голосуют за локальные партии, и только остальные за федеративные партии, такие как СРП, Народные альянсы и прочие. — Простите, пожалуйста, профессор, но вот сегодня это вы, правильно говорите, совершенно во главе угла экономический вопрос. — Да, конечно. — Но предыстория есть, и ведь не только на экономику там напирают те люди, которые говорят о сепаратизме, они говорят о том, что вот когда-то, и давайте... — Такие какие-то исторические корни же этого существуют. — Да, давайте, может быть, вот, ну, правда, вы говорите, как вам известно вообще, и мне далеко не все известно, на что вы намекаете, что должно быть известно. Я боюсь, что для части нашей аудитории уж точно неизвестно, а как сформировалось. Вот почему они вместе оказались? Ведь когда-то же были причины, по которым они вместе? Это всегда носили, подчинили там силой оружия? Или было желание все-таки вместе жить? И почему это желание рассасывается, например, иногда? — Ну, откровенно говоря, я, в общем, ехал на эфир как специалист по экономике Испании, ну, уж коль так дело поворачивается, давайте совершим исторический экскурс. Конечно, было и насилие, конечно, были и экономические договоренности, и политические союзы и так далее и тому подобное. Вы представляете, мы говорим об истории почти в 20 веков сосуществования Испании из Каталонии. Поэтому было все в этой истории, разумеется. Но, тем не менее, если вычленять главное, то есть в сухом остатке, то, конечно, мы должны, прежде всего, говорить о самобытности национальной культуры Каталонии. Если мы говорим о Каталонии. Ну, если мы говорим о стране басков, то, сами понимаете, это язык, один только язык, чего стоит. Это язык, баский язык старше санскрита, ему 35 тысяч лет, это самый старый язык на Земле. Поэтому отсюда тоже, в общем, все проистекает. Что касается Каталонии, да, это романский язык, это романская культура, очень близкая общей испанской культуре. Но, тем не менее, она, как мы понимаем, сохранила свою историческую культурную самобытность и идентичность. Это выражается и в культуре, и в музыке, и в архитектуре. Кто бывал в Барселоне, обязательно вспоминает Антонио Гауди, и, так сказать, дом Батлео, там, саграда фамилии и тому подобное. Это тоже есть. Но при этом, надо сказать, что каталонцы, каталонский национализм, который мы видим сегодня, это явление достаточно новое. Сепаратизм и попытки отделиться Каталонии от Испании были всегда. Но вот этот национализм, скажем так, 21 века, так называемого шестого поколения, поколение, так сказать, высоких технологий, национализм высоких технологий, это такой термин любопытный, на который я обратил сейчас внимание, в научной, причем в литературе, а не в журналистике. Вот. Он обрел реальные очертания только за последние 15 лет. То есть все силы высокой технологии, экономики и всего остального брошены на поддержание вот этой идеологии сепаратизма, на развитие ее и так далее и тому подобное. Каталонцы в своей массе, безусловно, давайте не будем лукавить, хотят выйти из Испании. То есть только попытки центра, какая-то должна быть мудрая формула, сохранение Каталонии в составе Испании может сохранить Каталонию. Но здесь решение этой ситуации лежит, безусловно, в пространстве очень высоких и точных экономических расчетов, подкрепленных высокими гарантиями, прежде всего, Брюсселя, прежде всего, Европейского Союза. Потому что решить вопросы собственными силами Испания не в состоянии. Испания находится в долговом кризисе, она находится в тяжелейшем экономическом кризисе. Единственный регион, который более-менее сводит концы с концами, это Каталония. Ну и в какой-то степени, как я говорил, это страна Басков и Наварра. Вот такая картина. А когда вот мы говорим о том, что большинство населения Каталонии хочет выйти из Испании, и вы сказали как раз значение то, как поведет себя Брюссель. Ведь, насколько я понимаю, центральное правительство говорит, что если вы выходите из Испании, вы выходите автоматически из Европейского Союза. Это то, что в свое время Великобритания говорила о Шотландии перед тем знаменитым референдумом. Вот как на это реагирует? Значит, я могу вам сказать свою личную точку зрения, подкрепленную почти 40-летней практикой изучения Испании и Европейского Союза. Я хочу сказать вот что. Конечно, ни Европа, ни Брюссель, ни Страсбург, ни тем более какие-то другие, ни Люксембург, ни какие-то другие столицы Европейского Союза менее значительные, ни, конечно, Мадрид не хотят выхода Каталонии из состава Испании. Это однозначно. Другое дело, существуют ли юридические и какие-то иные политические, скажем так, формулы нахождения Каталонии вне Испании, но в составе Европейского Союза? Да, мы знаем, что это возможно, но, вы понимаете, до сих пор такого случая еще не было. Ну, кто-то там приводит, вы знаете, ряд, там и один, и второй, и третий, но они в реальной практике не находили, так сказать, окончательного воплощения. Что касается Каталонии, то расчет Артура Масс и сторонников выхода Каталонии из Испании, буквально, если, так сказать, отжать от всей этой политической риторики, стоит в том, что, во-первых, есть ХБС-корпус, предусматривающий выход региона, потому что Европейский Союз — это, прежде всего, Европа регионов, это 136 европейских регионов и там 28 стран. То есть Европейский Союз — это не объединение стран только, а это и объединение европейских регионов. Это первое. Второе. Формула юридическая существует, политическая не существует, не существует политическая. Но Артур Масс что утверждает? Что реальность заставит найти эту формулу. Вот о чем он говорит. Потому что его расчеты, повторяю, чисто экономические, он хочет экономической аргументации продавить политическую ситуацию. Вот так это выглядит. Вы знаете, есть, ну, условно, сепаратизм голодных и сепаратизм сытых. Если мы говорим про Испанию, то это как раз вот исключительно сепаратизм сытых? — Да, действительно, существует такой термин сепаратизм. Но в данном случае Каталония — это страна, можно сказать, страна. Потому что, видите, уже начали менять паспорта. Там с испанские на каталонские вводится посольство, режим консульский меняется и так далее. То есть мы уже видим, наблюдаем совершенно явные проявления, так сказать, опережающего момента на выход Каталонии из состава Испании. Что касается сепаратизм сытых? Да, конечно, Каталония — это процветающий регион Испании. Это не регион-реципиент. Это регион-донор. Как и страна Басков, так и Наварра. И поэтому, конечно, их расчеты экономические. Я повторяю, они изложены в «Белой книге» Артура Масса. И там достаточно всё аргументировано. Там никакой, в принципе, схоластики, утопии и метафизики нет. Там всё достаточно чёрно. — Да, но всё равно. Вот формула формулой. Но есть целый ряд стран. Я смотрю, прежде всего, на нашу историческую родину. Да, есть регионы-доноры. Да, есть регионы-акцепторы. Но есть при этом и нечто объединяющее, которое позволяет... Да, так исторически сложилось. Здесь так, здесь так. Меняется... Но есть некая общность. Там... Несмотря на всю вот ту долгую историю, про которую мы говорили. Я зарабатываю больше, поэтому давайте... Сейчас вот я зарабатываю больше, я делюсь. Раз вы зарабатываете меньше меня. И ничего не объединяет? Нет вообще никакой, не знаю, вертикаль, невертикаль, общая испанская идея. Но что ещё может объединять какие-то отдельные регионы? — Каталонию и Испанию объединяют очень многое. И Каталония продолжает находиться в составе Испании. Каталония — это регион Испании, это часть общей испанской истории. Испания — это была самая большая, великая империя всех времён народов. Помните известное выражение Марии Тюдор? Империя, которая где ни захотел... — Каталония солнца, да, но про британское. — Да, но она же была женой Филиппа II, поэтому и британская империя, и испанская была под одной короной. То есть это была империя, которая была больше империи чингизидов. Поэтому Каталония и Испания всегда жили вместе. Их объединяет история, культура, язык, корни, религия и много всего. Но самое главное, давайте называть вещи своими именами, это социально-классовая структура этих двух составляющих. Так как большая часть буржуазии общей испанской. Это изложено в книге Рамона Атамамонса «Финансовые олигархи Испании». Большая часть ее, конечно, каталонского происхождения. Вот, наверное, один из таких, ну, как бы сказать, невидимых ответов. — Скрип, совершенно верно. Вот. Поэтому банки каталонские не хотят выхода Каталонии из состава Испании. Ну и так далее, тому подобное. То есть, в принципе, сторонникам объединенной Испании есть еще, так сказать, с чем побороться. У них есть еще патроны, как говорится, в патронтаж. Прервемся на новости и затем продолжим нашу беседу. Продолжаем программу «Национальный вопрос». Нацвопрос, нацвопрос. Да, у нас в гостях профессор Российского экономического университета имени Блеханова Андреас Ландабаса. И мы говорим о национальных проблемах Испании. И пока что складывается ощущение, что они больше экономические проблемы, чем национальные. И так просто исторически сложилось, что это... Вот, действительно, это национальные или региональные? Наверное, ведь есть все-таки различия. Здесь еще интересно, как реагируют другие регионы Испании на то, что происходит в Каталонии, в стране Басков? В Каталонии и в стране Басков ситуация разная. Хотя, да, страна Басков долгое время была впереди планеты всей. В центре информационной, точно. Да, совершенно точно, да. Со своим сепаратизмом и так далее и тому подобное. В моей книге, как раз в моем двухтомнике, я как раз на этом делал акцент и довольно подробно останавливался. Ну, а вот видите, сейчас инициативу в этом плане перехватила Каталония и держит уже ее почти 10 лет. Что же касается национализма, или это этнополитические проблемы, или это экономические проблемы. Ну, давайте называть вещи своими именами. Это, конечно, все вместе и вместе взятое. Потому что вычленить что-то, так сказать, поставить вперед, а что-то за этим поставить очень сложно. Ну, мне представляется, вот такой как бы личный анализ я делаю, мне кажется, что все-таки в основе лежат чистые экономические причины. Да, конечно, все это притрушено достаточно обильно культурологической, политической риторикой. Но мне кажется, что в основе, если все это поскрести вот так ногтем, то мы увидим все-таки блески какого-то металла под этим всем. И мне представляется, что это все-таки чистые экономические проблемы. В чем разница между Каталонией и страной Басков? Разница в том, что Каталония на сегодня идет с высокими опережающими темпами развития ВВП. Страна Басков тоже представляет собой 19% ВВП Испании. Только одна страна Басков за счет своего финансово-индустриального потенциала. Почти 20% всего ВВП Испании. Но ее темпы роста ежегодные значительно ниже, чем у Каталонии. За счет чего это у Каталонии до конца, в общем, трудно понять. Ясно, что и производство не так сильно растет и все такое. Но вот есть такая точка зрения, что вот это стремление, запах свободы, да, в кавычках, стремление к выходу из Испании дает всему экономическому, так сказать, потенциалу и экономическим субъектам Каталонии вот этот драйв на выход из Испании, поэтому страна как бы... Еще импульс. Существует такая точка зрения, она излагается достаточно широко среди профессоров университетских, экономистов. Но что же все-таки в основе этого такого вот необычного феномена роста экономики Каталонии, я думаю, что тут все вместе взято. В стране Басков растет, конечно, стремление тоже к выходу страны Басков из состава Испании, но проблема в стране Басков, как мы прекрасно понимаем, сложнее, потому что четыре провинции страны Басков находятся в составе Испании, три находятся в составе Франции. Все разделено. Да, ну, также, кстати, из Каталонии. Другое дело, что часть так называемой Северной Каталонии, находящейся во Франции, она практически уже декаталонизировалась, то есть она офранцузилась до такой степени, что там даже язык каталонский практически вышел из употребления, что совершенно невозможно сказать о стране Басков, потому что баский язык даже усиливает свое присутствие во французской части, которые объединены в департамент Атлантический и Пиренеи в составе Франции. Там баский язык наращивает свои обороты, открываются школы, телевидение, радио, печать и прочие суды, все на басском языке, я имею в виду во Франции. Поэтому тут проблемы сложнее. А в Испании нет? В Испании, в четырех провинциях страны Басков в Испании, разумеется, все то же самое. Я говорю о том, что в Каталонии, во французской части Каталонии, это не так. В то время как во французской части страны басков, это так и даже сильнее. Так же, как в Испании. Или даже сильнее. Так же и даже местами сильнее. Я читал о том, что баски наименее ассимилированы народ Европы. Да, это так. То есть настолько они сохранили и этнические, и генетические. Да, это верно. Да, группа крови и прочее, прочее. Ну, существуют разные теории, вплоть до самых экзотических, что баски с планеты Сириус, в то время как все остальные там, я не знаю. Вот. Ну, всякое. Ну, тем менее, ежегодно проводится международный баскологический конгресс. Съезжают специалисты по 17 направлениям изучения басков от медицины до религиовидения, экономика, включая историю и прочее. И каждый раз конгресс издает толстенный такой том с итогами конгресса. И главный итог всегда такой, что да, баски ни с кем не ассимилируются. Они самобытны и в социальном поведении, в экономическом и в языке и так далее и тому подобное. И что это наименее ассимилированный народ в Европе. А почему это так произошло, очень трудно сказать, потому что, ну, тем менее, это факт, да. А вы скажите, простите, а территория нашей... Вот есть страна басков. Да. Она населена как бы там мононациональная, там живут только баски, там испанцы, например, туда не суются. Или вот эти города, которые там расположены, не знаю, там, поселки, там, это они равно населены как басками, так и испанцами. И они находят между собой общий язык. Баски и испанцы находят между собой общий язык. Баски очень открытый народ, очень гостеприимный, с колоссальной традицией интернационализма и прочее, прочее, что совершенно, так сказать, не означает свою национальную гордость и стремление всегда, как говорится, поднять свой баский флаг и поддержать свою национальную идентичность. Ну, так сложилось, что, начиная со второй половины 19-го столетика, началась основная индустриализация в стране басков, то хлынул поток внутренних эмигрантов из Галисии, из Мурсии, из Андалусии и так далее. И поэтому, и что любопытно, эти выходцы из южных районов сегодня тоже считают себя басками. И зачастую, вы представьте себе, что лидерами, часто так встречается, что лидерами баских националистов не баски этнические. Вот что интересно. Это какой ленин. То есть, насколько им нравится быть басками. Великорусский шовинизм, он как раз присущ малым народам. Это комическая сторона всей этой истории. То есть, любопытно, вот даже такие вещи. Но, тем не менее, тем не менее, баскам удалось стать, в общем-то, лидером интернационализма и в Европе, и в Испании. Потому что, вы посмотрите, самый крупный экономический университет в Испании это университет Де Уста в Бильбао. Из него вышли практически вся элита экономической Испании. Премьер-министры, министры экономики и прочее. То есть, ну и так далее. Тут много, что об этом можно сказать. Просто эфира не хватит. Можно говорить и говорить. Но баски, да. И что очень важно, что в стране басков Испанской проживает большая часть басков вот из этих двух частей. Французско-испанская. В то время как во французской части страны басков проживает всего 200 тысяч. Но национализм, баски национализм во французской части сильнее, чем баски национализм в испанской части. Значительно сильнее. Вот это тоже надо иметь в виду. И все-таки вот о том, как реагирует в других провинциях Испании на то, что происходит в стране басков и в Каталонии. В остальных частях Испании по-разному. Это происходит так, как Испания сейчас, вы знаете, по вектору, разделилась по вектору правый и левый еще круче, еще глубже, чем это было еще 10-15 лет тому назад. К власти стремится очень интересная новая сила, которая называется Подемос. Я довольно пристально следил за ее, так сказать, развитием, становлением. Это очень интересная сила. Она не лево-радикальная, она левая, но очень любопытная, новой формацией. Она что-то отдаленно напоминает греческую Сиризос, которая сейчас находится у власти. Но вот эти левые, скорее всего, в декабре или сами, полностью самостоятельно, либо в составе какой-то коалиции придут к власти. И вот здесь во весь рост, конечно, встанет вопрос об отношениях центра и периферии. То есть нужно будет искать срочно и уже не в развалочку, не, как говорится, абы как, а уже засучив рукава, решать вопросы, конечно, отношений с регионами. Регионы в Испании приблизительно поделились поровну. Половина приблизительно поддерживает вот эти стремления Каталонии, страны Басков, Наварры, к самоидентичностью. Другая часть не поддерживает. К тем регионам, которые в большинстве своего населения не поддерживают, конечно, относятся Кастилия Новая, Кастилия Старая, Андалузия, Мурсия, Экстрамадура, так называемые бедные регионы Испании. Вот Канарские острова, где сильно сепаратистское, как ни странно, Канарское движение, Мпаяк, оно до сих пор, в общем, существует. Там большинство тоже поддерживает, конечно, выход Каталонии из страны Басков и состава Испании. Вот так я вижу эту картину. У нас еще будет время поговорить. Задают вопросы у нас на СМС-портале. На какие-то, наверное, мы ответим. Сейчас, сразу после новостей, мы продолжим нашу беседу. Продолжаем программу «Нас вопрос». У нас в гостях профессор Российского экономического университета Ивне Плеханова, Андреас Ландабаса. Господин профессор, может, позвольте такой вопрос. Про кого анекдоты рассказывают в Испании? Вот есть ли там, скажем, жители какого-нибудь региона, там, не знаю, вот это вот, такой объект насмешек? Вы знаете, в Испании, насколько я знаю, чукчи не живут, поэтому в Испании про них не рассказывают анекдоты. Другое дело, что анекдоты в Испании рассказывают, про кого только не рассказывают. И про басков, и про каталонцев, и про рагонцев, и это самое. Это нормально, потому что это проявление национальной культуры, и рассказывают анекдоты, и, собственно, про испанцев, и так далее, и тому подобное. Я к тому, что есть ли бытовой национализм? Да, я понимаю, куда вы ведете, значит, бытовой национализм, конечно, есть, но он не носит направленный характер, потому что, вы знаете, как интересно, Испания при всем при том, это все-таки многонациональное государство, и это многонациональное варево, потому что испанская культура – это не великодержавная кастильская культура, это ошибочная точка зрения, которая существовала в 50-е, 60-е годы – это все-таки действительно вот то, что мы сейчас называем испанская культура. Она состоит из множества оттенков. Тут есть и каталонский оттенок, и баски, и арагонские, и мурсийские, и, конечно, андалузские, а что, разве нет? Фламенко, там, кастанеты и прочее, прочее. Это поэтому какого-то вот такого направленного бытового национализма я бы не вычленил. Ну, какой-то местечковый где-то на локальном уровне всегда есть. Так сказать, кто-то против кого-то что-то слагал, какие-то анекдоты, наверное, это было. Скажите, а вот мы смотрим на нашу страну и отношение к истории, и до сих пор гражданская война, события, да, там, 17-го года, 18-го года, они просто такой трещиной проходят и вызывают всегда невероятно ожесточенные споры. Вот как с этим обстоит дело в Испании? Ведь там гражданская война, она ближе, и отношение к Франку, оно разделяет как-то, и носит ли это национальный характер? Где-то в каких-то провинциях, в каких-то областях к нему отношение лучше, где-то хуже? Да, это верно. Что правда, то правда. Гражданская война — это самая большая трагедия, это даже, я считаю, большая трагедия, чем какая-то иная война. Гражданская война — это война, так сказать, самая жестокая, самая беспощадная, самая горлажадная и самая в количественном отношении и, так сказать, истребляющая большее количество... И разрушительная. Да, и разрушительная. Совершенно верно, спасибо. Спасибо. Вот, поэтому гражданская война это самая отвратительная форма насилия, которая известна человечеству. Была совершенно страшная гражданская война в России, мы это знаем, 60 миллионов человек положено ни за что, ни просто в землю. В прямом смысле или последствия гражданской войны, это, конечно, никогда не забудется, и это тот урок, который надо запомнить всем. Что касается испанской гражданской войны, здесь мы тоже видим, что это ужасно было, кровопролитно, на истребление населения, гражданская война, совершенно отвратительное явление человеческой междоусобицы, бессмысленное, потому что решить политические вопросы можно было, так сказать, политическим путем задолго до начала развязывания гражданской войны. Другое дело, что вмешались, вы знаете, так называемые мировые державы, сыграли свой покер, вот, без джокера на руках и так далее и тому подобное. И произошло то, что произошло. В маленькой Испании, ну, по сравнению с Россией, было потеряно почти 3 миллиона населения. Вот, что касается страны басков, когда вошли войска Франко в страну басков, каждый десятый баск, гражданское население или нет, достаточно было быть мужчиной. Причем неважно, было ли ему 16 лет или меньше, он должен был быть убит. Поэтому каждый десятый баск был убит при входе националистов, то есть мятежников, то есть франкистов в страну басков. Поэтому, конечно, страна басков иногда не забудет и идентифицирует, так сказать, итоги гражданской войны, конечно, с насилием и прочее, прочее. Это, конечно, на уровне национальной памяти не уйдет никогда. И наоборот, память о том, что в небе были русские летчики, это единственное, что не было авиации у республики. Поэтому советские летчики за штурвалами самолетов, это тоже часть исторической памяти. И вот это отношение на историческом генном уровне любви и признательности, уважения к Советскому Союзу, а затем и к России, оно тоже неистребимо. Вот это тоже надо иметь в виду. А если мы обращаемся все-таки к составу, например, в составе войск Франка, это были представители исключительно одних провинций, которые противостояли по другую сторону баррикад, что называется, жители исключительно других провинций? Или состав был перемешан? Так же, как у нас в гражданской войне, когда брат на брата, сын на отца. — Значит, да, действительно, такие исследования проводились, и они проводились достаточно широко, и издано достаточно много литературы на эту тему. Единственное, что я могу сказать, что, конечно, было и то, и то. Но вы правильно сказали, что все-таки это была гражданская война. Основное население Испании — это было сельское население, и село в Испании было почти поровну поделено на две части. Юг и север, центр и юг был в основном на стороне Франко, и часть центра и выше центра была на стороне, в основном. Ну, были исключения, конечно, на стороне республики. Вот, собственно, такая, наверное, вот такой, ну, если так схематично отвечать, то, наверное, такой был раскат. А то, что был брат на брата, отец на сына, сын на отца, конечно, это и есть гражданская война, это самое страшное. — И под финал, если позволите, я еще раз прочитаю полное имя. Андрес Индалес, наверное, да, Ландабас? — Нет, Индалесевич. — Индалесевич Ландабас Ангула. Вы все равно, ну, это очевидные испанские корни. У вас есть идентификация с каким-нибудь регионом в Испании? — Вы знаете, я по происхождению Баск, мой отец из старинного басского рода, ведущего корня с 9 века, мы очень горды своим происхождением, но мой отец воспитывался в испанской культуре, как и я, собственно, потому что мой отец был одним из пяти тех испанцев, которые в Москве основали первую испанскую школу, до этого ее не было, и он был первым представителем родительского комитета этой школы, как ни странно. Вот, поэтому мы, конечно, такой странный этнос, слияние, как бы, вот таких, вот, но тем не менее, мы всегда стараемся помнить о нашем происхождении, о наших предках, потому что для нас это очень важно. — Мы вас приглашаем еще к нам. — Спасибо большое.